Самый счастливый год у того, кто перепрыгнет костёр выше остальных, а чей венок уплыл дальше, тот скоро выйдет замуж. Праздник летнего солнцестояния Ивана Купала с незапамятных времён отмечается славянами в ночь на 7 июля. Именно в это время раз в году цветёт папоротник. Мы спросили одинцовцев, знают ли они о празднике Ивана Купалы и отмечают ли его. Я родом из Сибири, поэтому мне этот праздник очень хорошо знаком. Нас отмечают, Иван Купала. Нет, сегодня не отмечаем, но я помню всегда про этот праздник. Обливались в детстве, купались, было много воды, было много смеха. В городских условиях, конечно, тяжело, в сельских отмечают люди до сих пор. А вы лично ищете цветок папоротника? Папоротник растёт на даче, и у меня, у младшей сестры Иванки, день рождения в этот день. Так что мы празднуем, поздравляем, так что знаем, знаем этот праздник. Конечно, знаю про все эти обряды, про воду, про огонь, про танцы. Нет, отмечать я не отмечаю, но то, что в этот праздник венки испускают на воду, это раз. Ну, по народному поверью, папоротник зацветает. Хотя, честно говоря, сколько по лесам ходил в это время, ни разу не видел. Ну, вот как-то так. Вообще, история этого праздника, наверное, идёт с язычеством всё-таки. Он больше языческий, славянский, старославянский, чем христианский. Летний праздник, намечается то, что наступает лето, это прожигание, перепрыгивание через костёр. Также, я вспомню, купание. Ну, это, естественно, в такую погоду, конечно. Эмилия Аркелян, Ферид Харидинов, телекомпания «Одинцова».